Каждый представитель профсоюза перед сегодняшней встречей с губернатором собирал вопросы от работников, поэтому затрагивается много тем частного характера. Слово берет представитель здравоохранения. На собрании главный врач сказал, что у них в этом году финансирование непосредственно скорой помощи уменьшилось до 50%, и он не сможет 100% оплачивать аренду. Это приведет, видимо, к тому, что опять будет отток фишеру. К этой категории мы разработаем в первом полугодии, во-первых, будет у нас своя выработанная стратегия, и будут добавлены обязательно льготы с тем, чтобы врачи, участковые врачи, земские доктора, фельдшера, они получали большую доплату. Есть вопросы и у коллектива ГРЭС, вспоминают предвыборные обещания. Если раньше вы говорили, что на месте выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС, которая будет в Ильинске, вы будете там, ну, планируете рыбразвод, там, свинарник, тепличник, что угодно. Сейчас об этом разговора нет. То есть, как поменялись ваши планы в эту сторону? Думаю, что где-то, наверное, в 2017 году мы начнем какие-то, значит, там, мероприятия, связанные с тем, что нам нужно узнать, кто реально переезжает из специалистов, потому что сегодня то одни цифры, то другие. Мы же будем обеспечить только тех, кто переезжает. Опять же, на вопросе, вопрос стоит возврата квартир. Если мы тебе даем здесь собственность, квартиру в Ильинском, вот, благоустроенную, тогда надо ту передать в муниципалитет. Участник встречи из Холмска просит включить анализ на онкомаркеры в плановые медосмотры. Проходим ежегодную комиссию. Берем анализы, заявленные анализы, но почему-то на алкогические заболевания анализ не берем. Вот будет это сделано, я делаю. То есть, в ранней стадии онкологии не выявляю. Губернатор дает поручение Минздраву. Давайте не смотреть ни туда, не витать вот там, где-то, значит, когда кто-то придумает за вас, а давайте разрабатывайте программу, и в рамках этой программы, тем более у вас рост идет, новообразование. Вот, значит, соответственно, вы, значит, не дорабатываете в этом отношении, раз рост идет, понимаете? И сидите, значит, ждете, когда вам там Давыдов что-то решит. Значит, что вам ждать? У вас все есть. Все есть. Зарплата есть. Значит, лаборатория есть. Аппаратура есть. Что еще нужно? Задать свой вопрос успели не все, поэтому расходились из зала представители профсоюзов с одним пожеланием – встречаться с властью чаще. Спасибо. Спасибо. Спасибо.